Привет! Меня зовут Северинец Павел Александрович. Я учитель истории, а также по совместительству директор Московской общеобразовательной школы номер 444 с углубленным изучением математики, информатики, физики. В 10 классе я выиграл городскую олимпиаду по москвоведению. После того, как мне вручили диплом, меня пригласили в Московский городской педагогический университет на исторический факультет. Я долго думал в 10-м, в 11-м классе, пытался понять, чем же я хочу заниматься в жизни, и все-таки сделал свой выбор в пользу исторического факультета. Придя сюда учиться, мне позвонили из школы и сказали о том, что у нас нет учителя истории, может быть, я могу помочь школе прийти поработать на вторую смену. Вот тогда состоялся мой выбор. Вечером, в августе, накануне 1 сентября я сказал «да», ни о чем не жалею, потому что уже начиная со второго курса университета, параллельно получая образование, начал работать учителем истории у 6-х классов. Я до сих пор вспоминаю этих ребят, они действительно были очень интересными, клевыми, креативными, яркими, но для меня это был такой первый опыт преподавания. Еще совсем недавно, сидя за этими стульями, знаете, за этими партами, я сам учился, а теперь я учу этих ребят. Я задержался в профессии, и третий, и четвертый, и пятый курс я продолжал работать, и когда после окончания университета мне предложили прийти работать на полную нагрузку и стать еще классным руководителем, я подумал, ну вот оно, вот он, состоялся мой профессиональный выбор. Конечно, дальше были бессонные ночи, проверки тетради, работа с дневниками, но все-таки каждый раз я понимал, что я делал очень важное, нужное, значимое дело. Уча ребят замечательному предмету истории, постигая с ними АЗ, общество, знания, штурмуя вершины права и задумываясь о проблемах экономики. Шли годы, и я понял, что я настоящий профессионал, когда выпустил свой первый класс. Я был классным руководителем с пятого по девятый, а потом в десятом, одиннадцатом классе, и когда на выпускном звучали эти заветные, эти замечательные слова «спасибо», «спасибо, Павел Александрович, что были с нами», я понял, что действительно я добился неплохого результата, я стал профессионалом. В это время пришли и признания, пришло признание в профессиональной среде, я получил высшую категорию, я стал лауреатом Гранта Москвы среди учителей города. Я добился очень высоких результатов вместе с ребятами на итоговой аттестации на ЕГЭ и ГИА. Это действительно было очень здорово. С тех пор я продолжаю преподавать, несмотря на то, что я теперь директор школы. Директором я стал не то чтобы случайно, это огромные годы работы, работа над собой, высокие результаты образовательные, ребята, активная жизненная позиция, предложения изменения при образовании в той школе, в которой я работал, они были замечены, оценены. Я участвовал в кадровом отборе, в кадровый резерв департамента образования, и однажды мне позвонили и предложили пройти тестирование, пройти кадровый отбор на замещение вакантной должности директора. У меня сложилось, получилось. Это профессия, это занятие сейчас, оно очень интересное, поскольку позволяет мне совмещать работу учителем, а также руководить большим, очень интересным творческим коллективом, с которым мы вместе ставим новые цели, двигаемся вперед, растем, работаем над собой, собственно говоря, создавая для ребят условия для роста, развития высоких достижений. Профессиональные качества необходимы педагогу, поскольку каждый педагог – это маленький руководитель, соответственно, и директору, который руководит этим самым педагогическим коллективом, этими самыми педагогами. Конечно, это коммуникация, умение устанавливать коммуникацию, умение дружить, умение располагать себе, уметь взаимодействовать с окружающими. Это активность, активная жизненная позиция изменения мира вокруг себя, желание изменить мир вокруг себя. Это желание научить, передать знания, показать путь ребятам, показать путь движения к знаниям и успеха реализации в жизни. Это собранность и самодисциплина, потому что без этого невозможно добиться результата и поставить четкие цели для того, чтобы к ним двигаться и к ним идти. Ну и, конечно, это креатив, постоянно новое решение, постоянно быть готовым и открытым к новому. Вот тогда мы добьемся результата. Профессия учителя интересна тем, что действительно каждый момент, каждый урок он непредсказуем. Ты к нему готовишься, ты делаешь задания, ты прорабатываешь этот урок, но придя в кабинет, закрывая за собой дверь, ты понимаешь, что сейчас произойдет какое-то чудо. Как бы ты ни был готов, он все равно выйдет из-под твоего контроля, он все равно будет интересным, ярким, все равно будут неожиданности. И, казалось бы, профессия учителя очень рутинная, очень традиционная, повторяющаяся из года в год, но это абсолютно не так. Каждый урок новый, каждый класс необычен, каждый класс – это созвездие ярких, очень интересных ребят. У каждого из них свои проблемы, свои трудности, свои интересы, миллион вопросов, которые заставляют тебя держаться в тонусе, постоянно самосовершенствоваться, расти и работать над собой. Выпускник вуза для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы быть действительно творческим в профессии, вне зависимости от того, на самом деле, какой областью и сферы деятельности мы занимаемся, должен постоянно работать над собой, постоянно заниматься самосовершенствованием, постоянно много читать, думать нестандартно, стараться развить себе креативные качества, потому что кем бы ты ни был – учителем, директором, от тебя постоянно требуются новые решения, новые нестандартные подходы, постоянная инициатива и рост. Если в какой-то момент остановиться, то моментально ты оказываешься на обочине, моментально ты становишься неинтересным. Поэтому необходимо работать над собой, расти, развивать свои качества, овладевать новыми компетенциями, то есть интересоваться всем тем, что происходит вокруг тебя. Профессия учителя – это профессия публичная, а, соответственно, образ, который скрывается за нами, образ школы, которую мы представляем, делает нас очень публичными людьми. Соответственно, надо постоянно быть готовым, постоянно надо быть собранным, потому что никогда не забуду свое отношение к учителям. Если ты их встречаешь на улице, и они казались какими-то особыми людьми, у них явно нет каких-то бытовых проблем, они всегда подтянуты, они всегда собраны, они всегда готовы ответить на твои вопросы. Соответственно, и сейчас, в эпоху информационных технологий, в современном мире, профессия учителя остается публичной, остается очень креативной, она остается очень творческой. И, соответственно, современные цифровые технологии, социальные сети, масс-медиа, они налагают дополнительный отпечаток, они заставляют быть нас интересными, заставляют быть нас креативными, заставляют нас быть открытыми, потому что мы общаемся с родителями, мы общаемся с детьми, мы общаемся с педагогами, мы во многом для них идеал, мы во многом для них образец для подражания, мы должны быть интересны для них. Вот такими нас делает профессия, это очень здорово. Надо обязательно быть интересным для людей, которые тебя окружают Достаточно поздно я познакомился с туристскими походами В Москве есть такая замечательная лаборатория путешествий, возглавляет ее Матвей Шпаро Я пристрастился к путешествиям, поездам, походкам, походам Я прошел практически все их программы Однажды произошел занятный случай И, естественно, все это происходило вместе с ребятами, у которых я был классным руководителем Или которых я учил Однажды, отправляясь в поход в Карелию Для меня это был новый поход водный на катамаранах Не то, чтобы я не дружу с водой, плавать умею Но это достаточно интересно, это достаточно ново и креативно Соответственно, мы отправились в водный поход У нас был очень опытный мастер, инструктор, который нас везде сопровождал Группа ребят из 10 человек Но совершенно новая стихия и совершенно новое средство управления Огромный шестиместный катамаран И вот никогда не забуду, когда мы подходили к одной из порогов Которую надо было преодолеть Наш катамаран уже правым боком причалил к берегу И ребенок, мальчик, который сидел передо мной, сказал Из лучших побуждений, говорит, я сейчас помогу нам причалиться Встал, вышел и, собственно говоря, когда вода сомкнулась над его головой Я понял, что здесь глубоко И его надо срочно спасать Мы его вытянули, он, конечно, не захлебнулся, не нахлебался воды Но ситуация была явно стрессовая Вот с тех пор я сделал вывод, что надо быть готовым ко всему в любой момент И эти неожиданности могут подстерегать Казалось бы, совершенно безопасные условия Казалось бы, рядом берег Но, тем не менее, да, все может сложиться очень неожиданно Если ты молод, активен, креативен У тебя творческий подход к жизни Ты хотел бы поменять мир вокруг себя Рассказать ребятам, родителям, взрослым, бабушкам, дедушкам О том, как замечательно, много интересного происходит вокруг тебя Приходи в профессию учителя Становись учителем И ты добьешься, несомненно, высот в своей профессиональной деятельности И добьешься самореализации Ну, а если ты будешь продолжать работать над собой Двигаться вперед И действительно работать над собой То ты добьешься и высокой планки Под названием директор образовательного учреждения Тем более директора московской школы Это очень круто, поверь Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok